Что еще у нас было на прошлой лекции, помимо всех вот этих вот рассуждений? Там было на самом деле нечто большее. Дальше мы рассуждали про большую размерность. Значит, все-таки, что такое R-мерное пространство? Ну, очень просто, вот как здесь. N-мерное вещественное пространство, это просто множество всех точек с координатами x1 и так далее xn, у которых x1 и так далее xn, это произвольные вещественные числа. То есть мы берем все возможные просто последовательности, упорядоченные наборы из N вещественных чисел, из N действительных, если хотите, не важно. Берем такие упорядоченные наборы, и это называемое мерное пространство. Все, вот больше ничего. Можете воспринимать это чисто формально. Вы не можете себе представить четырехмерное пространство, я тоже не могу. Я не представляю себе четырехмерного пространства. Но формально понятно. Ну, многие могут спросить, зачем это нужно. Постоянно возникает и в природе, и называется, и в приложении. Многомерные пространства очень естественно описывают разные ситуации. Вот. Ну и, соответственно, точно так же можно определить N-мерную решетку целых чисел. Это, соответственно, множество X, опять же, координаты минус 1 и так далее, и Xn, у которых каждая координата, это уже не произвольное вещественное, но произвольное целое число. Вот. Это решетка целых чисел. Ну и тоже. Что является аналогом стандартного базиса в инмерном пространстве? Напоминаю. N единичных векторов. Вот таких же векторов. Да, давайте их напишем. Вот. Я его назову Е. Красиво. Она состоит из Е1 и так далее. Еn. Еидэ – это просто вектор, у которого нули на нули, потом единичка на итой по счету координатной позиции, а дальше снова нули. Ну, то есть Е1 имеет единицу здесь, дальше нули, Е2 имеет единицу тут, а вокруг нули. Еn имеет единицу тут, а перед ней нули. Ну и это, естественно, стандартный базис в решетке ЗТ. Можно любую точку с целыми координатами породить в виде С1Е1 плюс и так далее, плюс СНЕН, где каждое СИТ – это целое число. Можно делать то же самое. Можно брать и вот этой целочисленной уже мерной решетке добавлять какие-то векторы. Ну, в общем случае, понятное дело, это будет вектор с какими-то вот такими координатами. А1 поделить на Куа, А2 поделить на Куа, А3 на Куа и так далее, АН на Куа. Вот такие вот векторы можем добавлять к нашей целочисленной решетке. Ну, будет получаться, соответственно, вот все то же самое. Центрировка ляма ДА, только здесь надо нарисовать ЗТВ на листей. И понятно, что в зависимости от того, какой именно вектор мы добавим, вот этот базис может испортиться в той или иной степени. Ну, и дефект определяется совершенно так же, как он определялся на плоскости. Минимальное количество векторов, которые нужно заменить вот в этом исходном, каноническом, так сказать, базисе, каноническом базисе, да, который нужно в нем заменить на что-нибудь, чтобы после этой замены получился базис уже в решетке лям ДА. Возвели примеры, которые показывали, что дефект, в общем, может принимать любое значение. 1, 2, 1, 2, мне тоже пригодится. Вот так, более-менее просто для иллюстрации. И давайте еще для иллюстрации то, что было на плоскости 1, 2, 1, 3. Кстати, а никого не смущает, что вот в этом месте я написал всю дуку, одинаковое в знаменателе, а здесь вроде как оно не одинаковое. Можно привести просто к общему знаменателю. То есть, конечно, 1, 2, 1, 3, то же самое, что 3, 6 и 2, 6. Вы извините, да, вы все-таки каждый раз поднимаете руку, и я буду выбирать того, кто ответит на мой вопрос. Если вы сразу начинаете отвечать, то получается наложение звука. Вот, ну хорошо, да, 3, 6 и 2, 6, это то же самое, что, конечно, 1, 2 и 1, 3. Да, вроде не ошибся. Так что можно все это привести к общему знаменателю и записать в таком виде. Это нам будет полезно, конечно. Чудесно. Ну какие у нас с вами были примеры? Можно взять в общем случае и добавить вектор вот такой. Одна вторая и так далее. Сплошная такая, сплошная половина. Вроде бы очевидно, и я в прошлый раз подробно это объяснял, что при таком условии, что если мы добавляем такой вектор, дефект будет равен 1. Если такой вектор добавить, то дефект равен 1. Чтобы дефект стал равен не 1, а 2, по-моему, ясно, я специально сохранил жизнь этим двумерным вектором, да, по-моему, ясно, что надо сделать. Надо 1, 2, 1, 2 в начале превратить в 1, 2, 1, 3 в том же самом начале. Если написать вот такой вектор, 1, 2, 1, 3, ну, а дальше, в общем-то, что хотите, ну, можно написать, конечно, сплошные нули даже. Можно написать 1, 2, и так далее. Можно написать, например, вот так. И, конечно, в этом случае дефект будет равен 2. Что надо сделать, чтобы дефект оказался равным 3? Пишем 1, 2, 1, 3, 1, 5, и дальше можно что угодно писать. Ну да, совершенно верно. То есть, если мы напишем 1, 2, 1, 3, 1, 5, а дальше что угодно, на 1, 2, в смысле, повторенное, любой из них повторенное имеется в виду, может там нули, конечно, рисовать, то будет дефект равен 3. И давайте все-таки осознаем, почему дефект будет равен 3. В чем смысл? Ну, смысл в том, что мы портим вот эти вот 3 координатных направления. мы их просто портим. В таком смысле портим. Но мы можем так подобрать коэффициент, да? Может, мы умножим на 2? Вот вдумайтесь в это. Хорошо бы, чтобы вы поняли прямо сейчас вот этот пример еще раз. Было в прошлый раз, но еще раз. Смотрите, вы можете его, этот вектор, может, на 2. Тогда по этой координате будет целое число, по этим тоже целое, а по этим 2 не целое. После чего здесь 1 получилась, вы всегда можете добавить такой вектор b с целыми координатами, одна из которых равна минус 1, а именно вот эта первая. А? На первую позицию минус 1 добавить. Тут 0 образуется. То есть, смотрите, вы ах умножили на 2, здесь получилась 1, потом прибавили вектор, в котором на первой позиции стоит минус 1, у вас здесь получается 0. Верно? Ну, а дальше, здесь 2 третих, здесь 2 пятых, ну, и вы вполне можете добавлять такой целый вектор, у которого на второй и на третий координатных позициях стоят нули. Тогда 2 третих, 2 пятых никуда не денутся. Как было 2 третих, 2 пятых, так и осталось. То есть, получится точка нашей решетки, у которой вот в этом направлении стоит 0, а в каждом из этих направлений стоят существенно нецелые числа. А можно еще так сделать, смотрите, можно интереснее сделать. Можно а умножить на 6. То есть, в качестве n взять шестерку. Видите, на 6. Тогда у вас и тут получится 0, и тут получится 0 при подходящем выборе b. Успеваете? Да. Все? Погубите. Так, то есть, на 6 можно, здесь все за нули, а здесь не за нули, здесь тоже за нули. То есть, вот в этом направлении появился вектор, который короче, чем e3. e3, вот у него здесь единичка, он короче, чем e3. Его никак через e3 не выразить. Точно так же, вы умножаете на 15, здесь за нуляется, а здесь не за нуляется. Появился вектор на первом направлении, который короче, чем e1. То есть, мы вынуждены, ну и точно так же умножаем на 10, мы вынуждены удалить e1, e2, e3, чтобы оставшаяся система векторов уже могла быть дополнена до настоящего базиса. e1, e2, e3 никак не прокатят. Они не могут присутствовать в базисе решетки лямбда. Потому что через e1 не выражается вот это, через e2 не выражается вот это, и так далее. Ну и дальше можно так же только строить примеры, а именно 1 на 2, 1 на 3, 1 на 5. Здесь будет 1 на 7. Ну, а дальше подойдет, и будет 2. И так далее, и вектор равен 4. Ну, и я надеюсь, что все слушатели уже поняли тенденцию. Речь идет просто о том, чтобы выбирать в знаменателе... Ну, я написал простые числа, да? Все понимают, что это просто простые числа последовательные? На самом деле, конечно, мир клином не сошелся на этих простых числах. Можно с таким же успехом взять попарно взаимно простые числа. любые. Все понимают, что значит взаимно простые, да? С безобщим делителем. Если у каждого знаменателя будут свои отдельные простые делители, неважно, простой он при этом или составной, то все вот это рассуждение, которое я проводил, оно пройдет. Оно пройдет. Все будет замечательно. Ну, в общем, короче, эффект может быть каким угодно. Здесь я возьму 1 2, 1 3, 1 5, 1 7, и так далее, 1, там, какая или путь, я не знаю, какой это, f с индексом n, где pn, пускай себе, простое число. Тогда дефект точно равняется n. Мы запортили все координатные направления, и вся недолго. Дефект, как выясняется, даже при добавлении только одного вектора с рациональными координатами в целочисленной решетке, он может принимать любые значения от 1 до n. От 0 до n. Ну, если а это целочисленный вектор, то дефект будет равен 0. Ну, то есть, если мы добавили дурацкий вектор, который сам предприжит решетки за t, ну, дефект будет равен 0. Дефект может быть любым.